Я Занинка Валера и сегодня мы с вами обсудим встречу, которая состоялась на Кубке Мира. Встречался Тамаказу Харимота и Малонг. И у меня спросили, почему Малонг проигрывал 3-1 и смог выиграть этот матч. Я посмотрел встречу и пришел к такому вот выводу. Сначала первый сет выиграл Малонг, причем у него было отставание. По ходу этого сета здорово Харимота получил преимущество, играя левой стороной по прямой в правый угол Малонгу. Но потом почему-то в середине сета он перестал придерживаться такой тактики. Думал, что тут больше Малонг вынудил играть Харимота больше в левую сторону. В общем, выиграл Малонг эту партию, повел 1-0 во встрече. После чего Харимота выигрывает 3 сета просто в бескомпромиссном теннисе. Любой длинный розыгрыш забирает, причем по скорости опережает Малонга. Как ни странно звучит, да. И Малонг проигрывает 3-1. И как Малонг не пытался, да, замедлить игру, играть коротко, подрезками, да, то есть не давать Харимоте нападать. Харимота все равно выходил, завязывался длинный розыгрыш и Харимота выиграл очко. То есть не получалось как-то замедлить игру Малонгу. Даже он пытался подавать с высоким подбросом подачи, но ни к чему хорошему это не приводило. И с подачи вылетало, Харимота сразу этот мяч нападал и забивал, да. Но что придумал Малонг? Малонг, получается, при счете 3-1. Он понял, что не получается играть в контр-игру с Харимота, он проигрывает все очки и он сделал полшага назад. И, что самое главное, он стал делать топ-спин не вперед, как он до этого делал, слева и справа, а стал подыгрывать наверх движение делать. Вот такое вот наверх движение, сильно придавая мячу вращение, можно сказать, тормозя мяч. То есть мяч летел от Малонга не такой быстрый, но по качеству исполнения топ-спин был на высочайшем уровне. То есть он был очень сильный с большим вращением и Харимота не мог уже сыграть, отыграться очень быстро. До этого он использовал скорость Малонга и в контр-игре очень здорово играл. Но когда Малонг стал делать навесные топ-спины, вот такие вот, особенно это справа виделось. Но слева тоже, да, но справа вот, из центра и справа угла стал делать по верхнему мячу, да. То есть в чем суть-то, там ладно по нижнему накрутить. А стал по верхнему мячу делать вот такие вот топ-спины и стал выигрывать очки. То есть вот так вот. Как мне показалось, вот может быть инвентарь, да. Вот инвентарь, вот такое ощущение складывалось, что у Харимота он быстрее. И вот вроде бы играют быстро, но почему-то не может сыграть очень быстро Малонг. Может быть из-за инвентаря, да. Может быть сейчас вот какие-то проблемы есть. Может быть нет проблем. Может быть действительно Харимота просто быстрее. И вот Малонг придумал такую фишку, играть каждый мяч, придавая ему еще больше верхнего вращения. Еще больше дугу давал. И вот тут смог длинному розыгрышу некоторый розыгрыш забирать Малонг. И он начал чувствовать хорошо Харимоту, где он не ждет. То есть было такое, что допустим Малонг подал, Харимота не скинул, да. Или Малонг первый ход сделал неудобно, Харимота не смог нормально войти в розыгрыш. То есть были такие моменты. Но основной, как мне видится, это вот именно за счет такого исполнения техники топ-спина справа, ну и слева тоже, да, то есть изменил. И когда Харимота не смог уже дожать Малонга, да, там, посчет стал сначала 3-2, потом 3-3. И потом Малонг стал уже, почувствовал, видимо, что уже в обычной контр-игре у него есть преимущество. И он уже в обычном розыгрыше без этого топ-спина он уже забирал очки. Может быть, конечно, и Харимота просел. Может быть, то есть если бы как-то он смог бы к этим мячам приспособиться к высоким топ-спинам и выиграть партию, да, довести матч в свою пользу со счетом 4-1, да, или 4-2, то, конечно, не было. А вот когда вот он проиграл 11-2, много сил отдал и в итоге немножко просел и Малонг довел встречу в свою пользу. Увлекательный матч. Интересно, как долго Харимоту будут еще сдерживать китайцы, да, потому что идет на всех парах к своему чемпионству. Вот. В общем, посмотрите встречу. Встреча очень интересная получилась. Именно вот я увидел, то есть я не увидел там каких-то тактических схем, потому что, в принципе, Харимота переигрывал Малонга полностью. Посмотрите встречу и напишите обязательно в комментариях, что вы думаете, да, за счет чего смог Харимота, не смог довести матч до победы и Малонг выиграл. За счет чего Малонг выиграл, да. С вами был Валерий Заненко. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Счастливо. Пока.